8 сентября 2022 года весь мир облетела новость о том, что нас покинула Елизавета II. Она была образцовым монархом и иконой 20 века. Конец целой эпохи. Просто представьте, Ее Величество вступило на трон в 1952 году. В том году у власти в Москве был Сталин. Президентом США был Трумэн. На корейском полуострове бушевала Корейская война, о которой на сегодня практически никто не знает, что она была. А Элвис Пресли еще даже не начал работать водителем грузовика. Многие успели родиться и умереть за это время. Всем привет, с вами Юля, я дизайнер бренда Julia F. И это видео я подготовила в знак светлой памяти о Елизавете II. И хотела бы рассказать вам о ней несколько интересных фактов и поговорить, из чего же складывался стиль королевы Великобритании. За время жизни Елизаветы II в Великобритании успели смениться 12 премьер-министров, а в Ватикане 7 пап. У английской королевы есть сертификат, подтверждающий, что она является квалифицированным водным спасателем. В молодости она великолепно плавала. Впервые Елизавета II публично выступила перед своим народом, когда началась Вторая мировая война. Ей тогда было всего 14 лет. Елизавету II можно увидеть в одном из фильмов про суперагента Джеймса Бонда. Там она сыграла саму себя в эпизодической роли. Согласно правилам этикета, Елизавете II не дозволяется дважды выходить в свет в одном и том же платье. Но на то она и королева, чтобы делать то, что хочет, поэтому она аж два раза нарушала этот негласный запрет. Однажды английская королева инкогнито гуляла по Лондону. И какие-то туристы спросили у нее, не видела ли она когда-нибудь в своей жизни королеву Елизавету. Елизавета II носила лишь юбки и всего три раза появлялась на людях в брюках. В середине прошлого века Елизавета II совершила кругосветное путешествие, став первым в мире монахом, обогнувшим земной шар за одно путешествие. У Елизаветы II нет паспорта, так как все паспорта в Соединенном Королевстве выдаются от ее имени. Английская королева официально является главой не только самой Великобритании, но и множества других стран, некогда бывших британскими колониями. Номинально, конечно же. Ну, к примеру, она как бы правила Новой Зеландии и Австралии. Когда ты королева, ты не можешь сказать в лицо своему собеседнику, сударь, вы мне наскучили, давайте прекратим этот пустой разговор. Чтобы выглядеть достойно при любых обстоятельствах, для королевы был разработан особый секретный код, который давал понять прислуги, что королеву нужно было спасать из сложившейся ситуации. Как о существовании тайного кода, так и о том, что он из себя представляет, рассказывал Хьюго Виккерс, историк британской королевской семьи. Согласно по его данным, для подачи сигнала королева использовала предметы, которые всегда при ней, например, свою сумочку. Если она перекладывала свою сумочку из одной руки в другую во время разговора, это означало, что королева желает закончить это общение. И буквально в течение нескольких минут к ней подходил кто-то из прислуги и под благовидным предлогом уводил ее от собеседника. Таким образом, королеве не приходилось извиняться или объясняться, почему она не хотела или не могла продолжать разговор. На этом дополнительные функции сумочки Елизаветы II не заканчивались. Если королева ставила свой аксессуар на стол, она этим жестом давала понять, что в ближайшее время, обычно это через 5 минут, собирается покинуть мероприятие. Однако это все не так серьезно, как если бы королева начинала теребить свое обручальное кольцо на пальце. В то время, как большинство людей делают это, когда о чем-то задумываются, Елизавета II давала понять таким жестом, что ее срочно нужно было спасать не только от собеседника, а то и может вообще увозить из этого места прочь. Несмотря на возраст, королева Великобритании почти не красилась декоративной косметикой. Тушь, тени, тональные средства и даже лак для ногтей сведены на нет. Елизавета II пользовалась разве что помадами. Фаворит The Balmoral Lipstick сделали специально для королевы ко дню ее инаугурации. Важное условие макияжа Елизаветы, она должна делать его самостоятельно. Шляпа королевы предмет статусный, призванный проиллюстрировать, насколько важна его обладательница. Впрочем, как и корона, почти каждый убор делался специально к мероприятию. Например, посещая дом престарелых, королева надевала структурированную шляпу яркого цвета, чтобы аксессуар разглядели даже люди со слабым зрением. А направляясь на королевские скачки в Royal Scott, обязательно выбирала ту, что с утяжеленными полями, чтобы головной убор не унесло ветром. Кроме того, задняя часть шляпы не должна была даже касаться воротника, туле не должна была мешать выходить из машины, а поля не должны были прикрывать обзор. Один из рекордов Елизаветы II касается как раз ее коллекции шляп. По костюмам Елизаветы мир невольно изучал историю английской моды. Королева одевалась только у британских модельеров, благодаря чему их имена узнал весь мир. В 80-е Елизавета смело носила приталенное платье оттенков красного. В 90-х выбирала простые наряды из хлопка, твида или трикотажа, а в 2000-х заполонила свой гардероб однотонными приталенными костюмами-двойками, которые носила до сих пор. Еще один популярный вариант аутфита Елизаветы – платье футляр, надетое с пальто. Эти образы диктует протокол королевского этикета. Сильный ветер не должен поднимать юбку платья ни на сантиметр. Такое может случиться с герцогиней Кембриджской, а вот с королевой никогда. На пестрых королевских нарядах иногда сложно разглядеть драгоценности, тем не менее их истории обычно в разы интереснее костюма. Так, например, брошь в виде корзинки с цветами из рубинов, сапфиров и бриллиантов напоминает о рождении принца Чарльза. А брошь в виде розового цветка – подарок канадского геолога Уильямсона, который нашел редкий розовый бриллиант и сразу же подарил его в неограненном виде тогда еще принцессе Елизавете. Еще один излюбленный аксессуар – брошь императрицы Марии Федоровны с сапфиром и жемчугом. Туфли в королевском образе могут быть только в тон к сумочке. Консервативность поддерживалась королевой с ног до головы. Елизавета носила старомодные модели с закругленным носом на невысоком каблуке, но очень удобно. Непонятно чем вдохновлялись обувные дизайнеры, сделавшие пары к 60-летию правящей королевы. Так, например, модный дом Роджер Вивьер выпустили туфли, украшенные перьями и четырьмя тысячами бриллиантов. А Николас Киркут инкрустировал пару для королевы красными и белыми кристаллами Сваровски. Можно говорить и говорить, продолжая вспоминать различные интересные моменты. Говоря о Ее Величестве, это не про подвиг долголетия, так как люди доживают и до ста. Елизавета II была образцовым конституционным монархом. Таких было мало за последние, наверное, 200 лет существования конституционной монархии. Она была образованной главой семьи, она была очень тактичным человеком, она была символом Великобритании, да и просто хорошим человеком.